Красивый и теплый фасад будет в дом номер 6 по улице Бабушкина в Пересвете. Бывшему общежитию Ниехи Маш больше 70 лет. Дом крепкий, но жители жаловались на холод. После передачи дома в ведение округа удалось поставить его в программу капитального ремонта. Это самые старые дома, соответственно, они тоже вошли в ремонт, да, и сейчас не просто там какими-то штукатурками делают, а панельными, панелями определенными, чтобы надолго хватило, красиво смотрелось. Я думаю, что это очень правильно и очень нужно делать. После фасада собирались заняться ремонтом кровли. Но тут возникла проблема. Кровля двухъярусная, и ее утепление не входило в смету. Жители обратились за помощью к депутатам. Поговорили, и строители согласились любезно утеплить всю крышу, всю кровлю, чтобы жители после окончания ремонта улыбались, а не морщились. Сергей Пахов в Госдуме прошлого созыва курировал вопросы ЖКХ, готов дать совет на любую коммунальную тему. Например, как проще попасть в программу капитального ремонта. Нужно быть активными, нужно ощущать себя собственниками, понимать, какие у нас есть права, что мы можем что-то требовать. Если мы считаем, что нашему дому необходимо провести какие-то работы, необходимо с собранием общего дома собираться, принимать такое решение, заявляться в программу. Процедура есть такая. Но если мы ведем себя как спящие собственники, то тогда за нас это делает власть, управляющие компании, они заявляют наши дома, ну и так далее. То есть нужно просто быть чуть поактивнее. Также к депутатам обратились жители домов номер 5 и 7 по Октябрьской улице. Это ведомственное общежитие Ницер-КП. С прошлого года они живут с периодическими водопадами с крыш. Ураганным ветром сорвало крышу. Во время дождя и таяния снега с потолка льет, как из ведра. Ремонт кровли по программе капитального ремонта провести было невозможно, пока дома находились в ведении предприятия. Проблема известна. Общежитие, оба здания были в собственности Ницер-КП, государственного предприятия. И поэтому власть никаким образом, просто юридически и физически не могла навести там порядок. Мы учили долгую работу по передаче этих зданий в муниципальную собственность. Вот наконец-то это случилось. Сейчас буквально на днях, я, наверное, буду прав, если так скажу, они были зарегистрированы в собственность муниципалитета, и теперь это ответственность полной муниципальных властей. А это значит, что кровлю починят. Теперь к этому нет препятствий. По словам Сергея Пахомова, в округе обширный список таких общежитий. Алгоритм действий по их передаче в муниципалитет есть. Главное – это желание жителей. Анна Спридонова, Кирилл Емельянов, программа «События».